Ну что, давайте начинать. Еще во время прохождения «Зеленой волны» было обещано, что вторая презентация романа Ильфа и Петрова «12 стульев» состоится в Сибирном клубе Одесситов. И мы рады, что выполняем то, что обещалось, выполняем все плечи Галя Беликовича, и в удобных, и в палатниках, и в клубе. Так что, давайте поработать. Победия, по-моему, очень и очень неординарная. Роман известен всем, любим всем, любим всеми. И каждый раз, открывая его, по-новому его читаешь, по-новому находишь какие-то ассоциации с днем сегодняшнего. И вот когда читал его Григорий Палатников, замечательный график, человек, который иллюстрировал многие произведения, классические произведения от Ильиады до Пушкина, он опять-таки увидел в нем нечто то, что раньше, может быть, не замечали или на что не обращали внимания. Я имею эту книжку и прочел ее еще раз в переводе на одесский Гриши Палатникова. И получил огромное удовольствие. Мы иногда не замечаем какие-то важные события, которые происходят в нашем городе. Вся пресса будет высказать о том, что упал какой-нибудь карниз на какой-то улице. А о том, что книжная ярмарка «Зеленая волна» стала фестивалем в прямом смысле этого слова, может быть, и не замечают. О том, что книжный фестиваль «Зеленая волна» начал выпускать свои книги, может быть, и не замечают. Эта книжка выпущена в книжном фестивале «Зеленая волна». И можно только поблагодарить и Галину Безякович, и Зимченко, которые здесь есть, и все издатели этой книжки, за то, что это состоялось. Будем ждать золотого теленка. По поводу, по которому книжка вышла, написано где-то на плакате «90 лет, как Илька Петро сели писать этот роман». Закончили его, начал он в 1928 году выходить, в 1928 году вышел. Судьба у него была очень сложная. То его отрешали, то его запрещали. В противном случае, где-то после войны его сразу запретили в 1956 году в очередной раз. Его сейчас читают очень по-разному. Недавно у нас дома, мы сидели с Аленой Ябовской, был один очень уважаемый профессор, который рассказывал нам, что Остап Бенгер – это Валентин Катаев. Я улыбался, потому что у меня иная точка зрения. Но буквально через несколько дней я прочитал о том, что Остап Бенгер – это, конечно, Литровский. Сталин написал в какой-то статье, что он великий комбинатор. И, конечно, тут же откликнулись Ильпе Петров, создав образ великого комбинатора. Все это, конечно, смешно, но это говорит о том, что роман актуален. Его читают, перечитывают, по-новому воспринимают. Об этом, наверное, более подробно расскажут литературоведы. И я приглашаю Елену Карахину, ответственного секретаря музея, и Алену Ябовскую, замдиректора музея, который вдвоем, в два голоса, одновременно нам все это расскажет. Это Марк? Да, это Марк. Это Николай Петров. Спасибо. Микрофон передал. Вообще-то, я бы должна была говорить Алене Леонидовне, потому как она все-таки обеобращивает. Я бы хотела продолжить замечательную мысль Евгения Михайловича. Добрый вечер, да, дамы и господа. Когда-то, начну издалека, когда-то Эльбурин Козинцев написал чудесную книжку, которая называлась «Наш современник и Лев Шексперт». Сегодня ее читаю трудновато. Там слишком много реверансов в сторону власти. Но, скажем, лет сорок назад ее просто передавали звук в руки, ее читали по ночам, ее невозможно было достать. Там в эссеистской форме было замечательное исследование отношения к Гамлету. Вот как Шексперт написал Гамлету, хорошо, не Шексперт, не важно, как Гамлет был написан, так как каждое время страна относилась к нему по-другому. И, скажем, через десятилетия двух одинаковых Гамлетов просто не было. Очень внимательно описывал это Козинцев. В частности, запомнился такой момент, когда Гёте говорит о Гамлете, о персонаже. Гамлет – это мощный дуб, посаженный в фарфоровый горшок. На что Козинцев отвечает, да нет, это скорее Гёте, который жил в комфортных условиях, который был жалован правителями. Скорее, это он мощный дуб, посаженный в фарфоровый горшок, потому что Гёте спроизировал себя на Гамлета. То есть это Гамлет не нуждается в моих рекомендациях, и это чересчур знаковая пьеса, я бы сказал. Что касается «12 историев», то когда они вышли, мы знаем, что критика молчала, но появилась заметка в «Вечерней Москве», которую Петров назвал «Ударом палаша павыли». «Роман читается легко и весело», – писал рецензент, – «но вместе с тем утомляет. Утомляет, потому что роман, поднимая на смех несуразица современного быта и иронизируя над разнообразными представителями обывательщины, не восходит на высоты сатиры. Авторы прошли мимо действительной жизни, а на облых наблюдениях не отразилось». Затем критика замолчала, но дальше история продолжается. Мне кажется, что сегодня о романах Ильфа и Петрова, о «12 историях» в частности, написано больше, чем переиздавалась эта замечательная книга, потому что каждое поколение навешивает на нее своих, извините, собак. И никуда от этого не деться. И когда мы читаем о романе, даже не о «Золотом теленке», который глубже и серьезнее, а вот о «12 историях», то мы замечаем, какие претензии к роману. Ну, советская, кондовая критика, значит, Бендер – отвицательный герой, Бендер такой-сякой, но уже не советская, уже не кондовая, уже диссиденты, уже такой человек, как Варлам Шаламов признается в своей лютой ненависти к Остапу Бендеру. Истоки этой ненависти понятны. Шаламов, большую часть жизни проведшего в лагерях, ненавидел урок, ненавидел все, что с ними связано. Будь это были там «Фармазоны» или «Щипачи» или «или-или». И был возмущен Ильфом и Петровым от того, что они главного, одесская литература вообще, а Ильфа и Петров в частности, возвели в ранг героя, мошенника и вора. Ну, шантажиста. То есть для Шаламова неприемлемо. Потом замечательный выпад Надежды Яковлевны Мандельштам. Ну, которая легко путает «12 стульев золотого теленка». Когда, не дай Бог, переставляли слово в поэзии Мандельштама, Надежда Яковлевна готова была разорвать на части этого человека. А тут, ну, какая разница, «12 стульев золотой теленка» — кто вообще так? Неважно. Тоже легковесные, «Фармазонные». Бендер — неинтеллигентный человек. И потом уже, а Надежда Яковлевна — это авторитет. И те, которые за ней, и те, которые читали и восхищались этим романом, они говорят, ой, да, мы глупые были, Майя Каганская. Говорят, мы глупые были, мы не поняли. Да, Бендер, конечно, не тот. И он не может быть нашим героем. Сейчас, ну, сейчас, тоже лет 20 тому назад, примерно, 15, новая тенденция, новое разоблачение Ильфы Петрова, ну, и Остапа Бендера заодно. Это действительно очень интересное исследование Одесского и Фельдмана, где с документами в руках нам объясняют, что Бендер, у Кольскора, он является в Старгород, ну, и в город Энн, в одном костюме без носков и без нижнего белья, значит, он отсидел, он просто вышел из тюрьмы. И доказывают у быка в руках, сколько давалось за мошенничество, что, скорее всего, у Кольскора он так одет, то посадили его осенью, он просидел полгода, выпустили весной. И Бендер, безусловно, ну, то, что он есть, потому что, кем он намеревается стать многоженцем, да, и писать картину… Не запорожцы пишут письмо Чемберлену. Претензии также уже к авторам такие. Авторы выполняли… Новый с карандашом в руках. Авторы выполняли социальный заказ. Вся история о том, что вот Валентин Катаев пришел и предложил написать роман Ильфу и Петрову… Петров вспоминает, что в отдельности Катаев чувствует, что между ними пролетела искра и что они будут писать вместе, что он предложил им написать роман, потом он пройдет свой ход мастера. И тут это все мило вдохновение – это все неправда. Они… Замечательная фраза из фильма документального об Ильфе Петрове, озвученная Высоцким. Они везли на саночках рукопис 12 стульев в 12 дней. Они думали, что они едут в редакцию. На самом деле они ехали в бессмертие. Это чертовски красиво и очень справедливо, на мой взгляд. Но, действительно, как доказывают одесские фильмы, такого быть не могло. Если они в начале января привезли рукопись, то эта рукопись должна была быть перепечатана ароманом. Не маленький, как мы знаем. Ее должен был прочесть редактор, ответственно выпускающий, корректор. Она должна была возвращаться на корректуру к авторам. Невозможно, нереально. Если бы они привезли рукопись в январе, она бы никогда в жизни не вышла бы в том же январском номере в 12 дней. То есть легенда придумана. Да, она действительно придумана. И те же одесские фильмы нам показывают почему. Дело в том, что... Это мы знаем со слов Петрова уже, после смерти Ифа. Дело в том, что Иф и Петров писали этот роман под покровительством Нарбута. Все наши отесситы, когда приезжали в Москву, они пододели к Нарбуту по цепочке, напрямую, так или иначе. А Нарбут к тому времени, когда Петров писал свои воспоминания, был репрессирован. И вспоминать Нарбута было нельзя. Вот отсюда и родилась эта легенда о Санночках, которые едут в редакцию, в которых лежит рукопись романа. Но что это меняет в романе? Да ничего не меняет на самом деле в романе. Ну, да, вынужден был Петров в силу обстоятельств опустить имена Арбута, оставить другие имена. Но, тем не менее, роман-то вон какой. Если мы откроем еще одну книгу, очень любопытную, которая называется «Мастер Гамс и Маргарита» Барселлы и Марии Каганской, мы там найдем не то чтобы обвинения, но другие исследования о том, что Бендер – инфернальный герой. Я думаю, в этом есть доля справедливости. О том, что Витя Полезов – это его сниженное отражение. И там появляются эпитеты чумазое вымазанное сажей лицо и брендмейстером, и стук копыт, и блеск касок на пожаре. То есть Бендер – личность инфернальная, Бендер – личность страшная. И возникают «Мастер Гамс» и «Маргарита», возникают параллели с Бугаковым. А, собственно, почему они в советское время у нас эти параллели не возникали? Они работали в одной редакции, они были прекрасно знакомы, они занимались, вот эти люди устраивали читки, они читали друг другу свои вещи, свои произведения. Так или иначе, то, что их на пути разошлись, то, что Ильфа и Петровы были благополучнее, чем Бугаков в своей литературной карьере, ну, это немножко другая история, но этих людей объединяет очень-очень многое. И вот эта инфернальность по-своему, она справедлива. То есть, длинновато, да? То есть, каждое время действительно навешивает свои ярлыки на 12 стульев, свои ярлыки на Остапа Бендера и, конечно, свои ярлыки на Ильфа и Петрова. О чем это говорит? Это говорит о том, что этому роману суждена очень долгая жизнь. И то, что он вот так великолепно издан в Одессе с замечательными рисунками Палатникова, и что «Экспоюксервис» и «Зеленая волна» и «Цитрус», да, озаботились издать эту книгу в таком великолепном варианте, это просто замечательно. Это действительно подарок, причем не сиюминутный, а на долгое-долгое время. Мы можем гордиться этим изданием. Спасибо, господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Я лишь в конце предоставил слова Гриша Палатникова, чтобы он смог тут же перейти к автографическому. Верно забыл упомянуть еще одну очень забавную теорию. Год назад вышла, появилась теория о том, что Петро вообще ничего не писали, не упылили малограмотными южанами, а написал эти оба романы гениальный Михаил Булгаков. Дама, живущая в Германии, даже задал две книги об этом. Тоже очень смешное доказательство – нет рукописи, пишет дама, но вообще рукописи есть. Но это к слову. То есть, когда о романе так много спорят, то он явно задевает за живое. Как писали сами Грифы и Петровы, Гонкуру было легче. Все-таки не были братьями, а мы – не братья, и даже не родственники, и даже разной национальности. В принципе, в сфере автобиографии они очень много написали. Вот, вот на первый кадр. Как известно, автор родился дважды. Оба эти события произошли в городе Одессе. Но можно, что автор родился не дважды, а четыресты. Потому что первый раз он родился под видом Ехеля Фандиберка. Вот вы увидите последнюю запись Геравината – это о рождении Ехеля Фандиберка. Последняя запись – Богославский мещанин Альерий Вениаминович, сын Ехеля Фандибер. Затем уже он стал именемем. А вот запись о рождении Евгения Петрова, его крещении Евгения Петрова. А есть некая загадка. Потому что во всех автобиографиях и в инструкторе энциклопедии написано – Евгений Петров Катаев родился в 1903 году. Все хорошо, все понятно. Пишут так сами Евгения Петров. Но есть такая финистическая вещь. Памятник умершей очень рано матери Евгения Ивановна Катаева стоит на втором кладбище. Она умерла в марте третьего года. Как она мог родиться в ноябре третьего года, вообще непонятно. Это такое даже непонятное, нечто еще более интересное. Родился во втором году, крестировал в третьем году. Почему? В смещении ДАСы. Дело в том, что об этом не писал Евгений Петров. Об этом упоминает уже в последние годы Катаев. Оба брата были арестованы в Одессе и Чеха в 20-м году. Арестован был старший брат, заодно забрали младшего. И, очевидно, после этого он добавил себе год. Формально это могло спасти от расстрела. То есть это была тень надежды. Им повезло. Оба брата были в будущем и стремной. И появился после этого, как ни странно, сотрудник розыска Евгений Катаев. Но до этого еще пока есть ли подедок и Евгений Катаев. Вот их семьи. Семья подедоков. Уникальная семья. Четыре брата. Мечта отца банковского служащего, чтобы дети наконец получили нормальную, престольную профессию. И были бухгалтерами, банкирами в будущем. Два старших сына. Александр, он стоит в центре. Центропадений. И с левой Михаилом Панзельдрих, будучи художниками, стали художниками. Третий сын стал писателем. И с четвертым сын Вениамин, наконец, стал инженером, строителем. Осуществили мечту отца. Все четыре брата увлекались фотографией. Все четыре брата писали стихи. Как ни странно, есть образцы стихотворного такого, левого стихов у Центропадений. И по воспоминаниям были какие-то стихи у Михаила, у Вениаминов. Вениаминов был дольше всех братьев. Он умер уже во время перестройки, когда все от Горбачева до Легачева цитировали 12 стульев. Без этого не хотелось ни одной речи, ни одной племенной партии. По-моему, не на другое выступление. Центропадений погиб во свенцами в 44-м году. Михаил умер в Ташкенте от голода в 42-м году. И Патя умер в Туркулевске в 47-м году. Вот такая история семьи. И семья Катаевых, отец.